Так, выхожу из Старкрафта, нахер отсюда, и запускаю второй старик и переименовываю, все везде, ребят. Гуф войска будем сейчас смотреть мы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Блин, как на твиче игру тяжело поменять, типа она с задержкой что ли меняется, вообще не хочет меняться, бля, кому-то, меня аж бесит это. Три раза жмешь и ничего не меняется. Ладно, пусть так пока. Поехали. 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 ребят я а угла его каталку соснутым стиве слава control у кого кто это такой вообще не знаю у начал уже играть бляха муха 8 минут в игре соснутом играть не хочет 1 4 здесь уже везде спасибо всем еще раз за поддержку помнить что необходимо поддерживайте меня и мой канал по возможности короче пилю и рычи сюда кстати здесь есть а а а а а а а Так, Марик Минат оправдил. Что за хрень вообще? Все развалились наши. Как угла избрил я даже хз. Так, сейчас я попрошу Хоу за инвайт, если еще матч будет. Все поменял турнир. Ну, ребят, ОСЦ, кстати, мастерс кончилась у нас. Сегодня надо глянуть, как там дела были. У кого ссылка на сетку есть, скиньте, пожалуйста. Попросто. Так, реклама испеляю. Спрашивают, какие игры сходят. Непонятно-ки. Так, я хочу Коу Снут посмотреть, но там пока ничего не подошло. Стиви... А, я вам сетку-то не показал, но я везде все поменял. Давайте я вам визуально покажу тогда просто. Визуально она таким образом выиграет. Коу со Снутом в 1-4 играет. Снут Вердос убил. Коу Блая убил. Неожиданно. Стиви Слава. Не знаю, кто такой. Застрайкер по нашим прошелся. Хилтон у него никнейм. Помню я Хилтон. Не помню. Какой там у него другой еще никнейм есть. Минато Марику проиграл. Немецкому, блин, Марику, черт побери. Ну, Марика я видел уже давно. Он играл. Клем Слани играет. Клем очень неплохо. У тебя с Сиралом вчера на шоу-матчах про Диман показал. А Коу Зиги Бултью убил. Так что наших только Коу Стиви Слава остается в 1-4. Ну, попробуем за ними и последить, собственно говоря. Вот. Так. Сарямбур, заходим. Ждите меня, пацаны. Все, отлично. Я здесь. Снуд ведущий. Звучит чинг. Так, ну что, СНУДСКУЛ? Счёт забыл спросить. Так, спрашиваю, какой счёт? Чуть молчат все пока. 1-0 СНУД. Ну не мудрено, что СНУД здесь фаворит, конечно. Вот, очевидно. Катализатор у нас с картой. И второй Старкрафт нач... Опа! Чуть элегантно от Коу, посмотрите. Пилон дома и пилон около СНУДА вообще здесь ставится. Ну СНУД прям здесь летит что-то будет? 2 гейта прям что ли? Раз, гейт от Коу. СНУД это видит всё. А, это 3 гейта и прохода сюда не будет что ли получается? Интересная задумка, да? Смотрите. 3 гейт. 3 гейт, 3 гейта. Улл уснута. Ну, спешл тактикс. Не знаю, первую игру я не видел, что там Коу делал вообще. Да. 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 СНУД. СНУД. Гейт. Вместе с королевой. Королевой лучше некс кишки дать, а не по гейтам атаковать. что СНУД что-то на гейт делает. Так, надеюсь, Зилот закроет проход, конечно. Но у Коу нет, ребята, у Коу нет Нексуса, и это очень плохо, как бы. СНУД начинает гейт шататься. Коу боится Зилота вывести. Потому что он один. Одинешенек. Вот сейчас выходит, здесь батарейка есть, поэтому Зилоту пофиг. Он бычарой себя почувствовал. Но СНУД-то понимает, что поля рано или поздно кончатся. Но они кончились ровно тогда, когда уже Зилот всех понятно было, что развалил. Под батарейкой, да, Зилот? С 8 собак и круть жил, и все норм. Так, здесь у нас, что здесь у нас? Третья хата. Две плетки есть у Снутецкого. Одну на мейн повел, одну на вторую осталось. Зачем на мейн боится каких-то забеганий или дропов? Не знаю, что он боится там. Честно говоря, я не понимаю, как этот билд Коу должен сработать. То есть Диджи его быстро обнаруживают в бараке. Зерк сразу подстраивается, начинает он... Даже если вторую убьешь на мейне, то пушки будут. Ну, хотя, с другой стороны, если на мейн зарга загнать, самому с мейна там Stargate какой-нибудь может добавить Робу, как бы, и будешь себя неплохо чувствовать. Либо Stargate и в Nexus 2 обороняться от агрессии какой-нибудь там. Таракул прилетел, три дрона Коу выпилил. Вот немного. Ну, Снута уже на 10 рабочих больше, чем у Протсу на этой стадии. А это знаете, что значит? Что Протсу здесь без шансов что-либо сделать вообще. Спасибо. Продолжение следует... Так, ну что, Феникс минус, ребят. Феникс, Феникс минус, Оракул еле живой, Окоу делает Глеб, и у Снута уже лэйр готов, как вы видите. У Снута плюс один, скорость с собаком очень поздняя. Плетка на мэй, не плетка на третий есть, на всякий случай, и спорка. Пятьдесят пять дронов, и я не помню, что... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Адепты, Даркшрайн пошел, Даркшрайн-то на хрена? Здесь по одному рабочему газ почему-то на второй базе добывает. Вообще не понимаю, что кого делать собирается. Вообще, учитывая, что Снут Гидру делает, сейчас Адепты еще на халяву зайти могут, что самое интересное. Они могут урон хоть нанести, потому что Снута шесть собак, всё что есть вообще. Вчера, кстати, я видел, да, Кинка и Квисуши. Вчера я видел, что Стерал аж десятерых просто убрал игроков, но Снута его всё-таки добил. Но Снута тирал, разваливал несколько раз на квалификации квесту, и ему там печально заходят адепты наверх. Дегидру надо убивать, ё-моё, не получается. Смотрите, Снут как гидру отводят, за собак, за королев, за всё что угодно, но главное, чтобы не доставали Дегидры. 100 на 67, адепты страшно, конечно, бейлингов нет, но, к сожалению, и укол тут недостаточно адептов, чтобы пробить всё это. Вот было бы их на один товар больше, вот сейчас на один товар. То есть штук на хотя бы 5-6 больше он бы продавил, я думаю. Но их не было больше и не будет их уже больше теперь никак. 54-100 по лимиту, двукратная разница практически. Здесь всё ясно, к сожалению, Коу вылетает, а Снут идёт дальше. У нас ещё там один игрок остался, наш, но не знаю, как он там, судьба его будет. Как сложится его судьба. А-а-а, вот это что, разводка с Даркой, а толку-то тут лейру уже давно тут? Тут же Хайвы Снут при желании мог бы делать, как бы. Коу Дарками пытается забегать куда-то там, в Спорку прям забегает. А-а-а, здесь пушка есть, так, наземная. А она будет тыкать нормально Дарков. Но они всё ещё быстро Стулку выбиливают. Есть бэйны. Хорошо Снут, смотрите. Зарвал всё, без вижена вообще. Царь. Красавчик, как говорится, если не читер. Не читер, поэтому красавчик. Ну здесь, вообще, молодец, очень чёрт всё сделал. А-деф тут ядрой заплевал. На мэне всё, призмы нет, ничего нет. Но Коу не сдаётся, Коу бьётся до конца. Да, ведь у него есть семь боевого лимита. Что это, кстати, где он? А, это Колосс строится из... Вообще ноль юнитов было сейчас. Я смотрю, ему семь. Где эти семь-то? Ничего не видно. Это Колосс строился. То есть юнитов нет, а уже в боевом, оказывается, они числятся. Кто-то пасть открыл свою и ходит с открытым зубами. Одинаково. systems в себя. Приходит снутрь, ребят. Минус пол. beş и две Так, ну что, будем следить, что у нас там дальшето есть ещё. Здесь, где у нас чё есть вообще? Папи против Стивислава. Стивислава у нас. Наш игрок такой как. Я не знаю, что за папи. там с ним играет клем зиги там тираны кстати играют на смоликами смутку стиле слова папе стиле слова папе так то что пришел на гуфу искать тут особо-то еще и не происходит больше прощения так 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 что-то никто ничего не говорит похоже да что там все начали уже так вот полуфинале так рекламку больше не пилю пока так 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 Продолжение следует... 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 Так, ну всё, я здесь, ребят... Чё-то пока не начинают, пацаны... Снут папи, чё-то тянут... Они резину то ли черкают, то ли чего, я не знаю даже... Какие-то у меня есть и снуд должен быть, по-моему... Сливка он в ГМЛе... Хочет побеждать всех, походу... Вот здесь сидит папи, где папи тоже где-то тут рядом... Вот он папи... Субтитры подогнал «Симон»... 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 так снуд инвайтед отлично ну все, пвз посмотрим снуд папе наши все вылетели но что-то раз я обещал вам второго старика маленько постримить значит надо постримить до конца просто осталось у нас буквально тут два полуфинала и финал самое интересное что в этом турнире есть ну и на сегодня все я с женой там дома посижу лучше потом больше ничего и нету сегодня не особо так пиляю рекламу потому что что за дерьмо вот потому что уже полчаса я не переливаю помните по поддержку отблоки включить подписывайтесь на премиум по возможности поддерживайте ребят завтра у нас давайте-ка я гляну что сразу будет что у нас завтра будет вообще так корсаркап 13 ну что за корсаркап спешил ничуться 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 в 13.00 то у нас завтра интересный ивент где ивентец межпрочем а не блай нет блай вылетел нитмана ютермал шоу тайм снуд сортов нерж ким такие вот у нас тут пары между прочим это завтра в 13.00 будет от бейстрейт тв корсаркап а и уск мастерскап еще завтра у нас эти будут о как одновременно кстати будет что-то я не понял шоу тайм и там и там будет играть прям ладно даже не знаю что смотреть в принципе и то и то можно смотреть лучше сиа мастерскап что из игры мне кажется будет будет это все дело происходить турниров столько что друг на друга попадают ребят вот три у нас папе против снуда папе сбрил только что хилтона нашего игрока из России соответственно вот и бьется бьется снутецкого сейчас папе сиа мастерскап сиа мастерскап у нас карта называется первая ну а папе пилон гейт гасник с кибернетчукой играет пилон с гейтом уже в стенке сразу же соответственно ну и здесь гейт осталось еще поставить вот здесь и будет стенка закрыта вообще полностью и целиком ну а снуд королевки 4 собаки стандартных делают там адепт третья будет вообще заказан нет тут пробка находится можно здесь третью заказать но снуд вообще не видит где там пробка есть она не есть но дрон пробка дрон да поехал на третью крапки пробка находится сейчас палец снуд надо хак ставить ставить хату тайминг немножко сбился кстати хат по-моему там слишком много минералов накопилось мне показалось сейчас 2 2 1 2 2 3 3 4 6 7 7 9 9 11 Так, пилончики, твоя Даркшайн есть у папы, короче, ребят. Так, Даркшайн с 2 гейта, делается призма. А где ещё то 2 гейта? То есть это Дарки из 2 гейтов, что ли? Ну такой был билд, подобный, раньше, кстати, был. А вот ещё плюс 2 добавляют. Так они вообще не в тайминг добавляют. Очень странный какой-то процесс. Ну, понятно, Снута, Снута, он не соперник здесь. Но может быть что-то будет, на самом деле. Здесь что-то, может, и будет. Может, папе получится что-то сделать. Посмотрим. Чарж плюс Эморку плюс ещё гейты. Да, базовый какой-то пуш, похоже, намечается. Да, посмотрите, седьмой и пятый гейт пошёл. 7-8 гейтов будет. Всё стандартно. Прилетела призма. Здесь гейта сейчас 2 откроется. 4 будет их вот гейта. А у Снута лэйр-то есть? Кстати, у Снута не лэйра. Нету, спорка вот сейчас делается. И что Снут делает? Он сам какой-то пуш, что ли, делает? Я ещё не понимаю. Похоже, да, Снут какой-то сам пуш делает. Странно здесь такой... Дарки доваркливаются. Сразу вархона сливает его. А ведь можно было и попробовать и дарками здесь побегать. Там ничего нет, например, на 3-й базе. Какой-то момент не было, я бы сказал. Так, угодите-ка. Машина выжимает. Громкий достаточно. Так, ну 2 эморкла, 2 архона. Ещё 4 дарка. Это будут ещё арху. Вот этих тоже вперёд надо выводить, на самом деле, юнитов. Иначе, как бы, ну плохо здесь. Уша мало. Надо всё-всё-всё, что есть, выводить. Пап, ты ещё варп себе сбил, не доваркал. Там зилотов, по-моему, нифига. Вот пошёл ещё варп один. По эрбулу, по призве не попадают. Архона подадим, ноль снуд, ребят. Просто укатана в хлам. По архону прилетело. Ну, чудеса каких-то хотел расконтролить, кстати. И ведь не было действительно полей там. У тархона не забрал. Ну, можно было сразу отдать их и улететь просто. Уснуто ещё реводжеры, линги всё вперёд идёт. Надо было взять всех, во-первых, одного адепта здесь оставить. Зилота со сталкером отсюда. Это первое. Два юнита плюс. Ииии, доварпать ещё один здесь. Хотя бы один доварп, блин, сделать. Кстати, папа пытается рыпаться всё ещё. Есть. Ну, тут бэйлингов уснуто с лингами. Просто пачка такая хорошая идёт вперёд. В фризму заходят фаерболы. Прекрасные просто фаерболы. Гэгэ, папи пишет 1-0 снуд. Вторая карта нам нужна. Клэм, Зиги, Марик, Энлис. Ну, кстати, в нижней части я вижу, что снуду уровню вообще нет никакой. Даже интересно, кто туда пробьётся к нему в финал. Потому что я не знаю, если папе снуду выиграть, это будет удивительно, конечно. Но я думаю, что это мало. Крайне маловероятно. Эндлес клемм там сейчас начнётся. Ну, всё, уже полуфинал второй тоже будет сейчас начинаться. Посмотрим, кто-нибудь будет стримить. Варде там стрим поставлю, посмотрим. Порестримим пока там будет. Если снуд раньше закончить, я сомневаюсь, что тут карту возьмёт папи со снудом. Порестримим пока там будет. Порестримим пока там будет. Порестримим пока там будет. Так. Так. Как понимание улучшить? Ну, как улучшить? Проиграл, да? Реплей смотришь. Смотреть. Реплей крутых игроков. Ну, как бы, нужно, естественно, понимать, какие там билды. Понимать, что нужно быстрее кликать, как бы, и стараться делать всё быстрее. Не просто на кнопки жать, конечно, а... Ну, и тренироваться много всё. Это придёт, на самом деле, как бы, но... Можно какие-то, если в микро-косяки есть, в УМС-ки поиграть. Но это так тоже, уже надо знать, где косяки, на самом деле. Ну, а так брать билды просто, как бы, например, топовые какие-то игроков топовых, там, за свою расу. Стараться их сделать, просто смотреть, чем у тебя отличаются от них, там сразу видно будет, как бы. В основном, у всех игроков, вообще, до мастера хотя бы, да и в мастере тоже, у них просто рабочие строятся, ну, например, криво абсолютно, как бы. То есть надо на это, в первую очередь, внимание сконцентрировать. То есть именно, как бы, по билду идёт. Вот здесь, вот, посмотрите, пробка не строится. Ну, вот, несколько секунд. Такого быть не должно, если ты топовый игрок. Пробки должны по две заказаны быть, чтобы вообще до доли секунды простоя, например, не было. То есть такие моменты, если будешь следить за всеми, как бы, и стараться их выправлять, и всё будет нормально. Ну, в общем-то, короче, всё это тренировки. Но, конечно, лучше разбирать игры и свои, там, и чужие, и смотреть, как, где и что. Что у чужих грамотно, а что у себя, у оппонентов, там, и у других игроков, а что у тебя неграмотно абсолютно. Так, майкер поёт, чё он там поёт? Ну, хрен, а себе ещё там морозится. А с кем он там поёт-то, вообще? Так, два дрона выпилилась. Чё, в смысле, за три месяца до Алмаза дойти? За три месяца... Откуда за три месяца, я не понимаю. Привет, спасибо, спасибо. Благодарные зрители. Короче, Мишаня там нормально морозится. Вот. Ну, если с нуля до Алмаза за три месяца, то это очень как-то даже круто, если честно, по-моему. До этого в Старкрафт хотя бы первой не играть. С первой ты играл, тогда да. Ребят, давайте поиграть, чё-то я разглагольствовал, какую-то хрень нёс вообще. Здесь у нас Глепы в архиве Темплара и третий некст. По-рабочим практически уровень, кстати, идут. Идёт вперёд у нас папи. А с нуту нечему встретить-то, собственно, кроме 30 собак, конечно. Адепт телепортируют, собаки прямо внутрь забегают. Два адепта, минус третий, минус королевы. Офигеть, сколько собак. Собак столько, что Глепы вообще не помогают здесь ничем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, тут минус рипер, сталкера 2 убили. Я думаю, что клемм здесь фаворит. Хотя Эндлес этот хз как сыграет, в общем. Так, ну что тут у вас? Строятся марики, ребят. Часть уже на рампе тут стоит. Продолжение следует в следующей серии. Часть-то на рампе, и Мерин. Моя рампе тут тоже. Это Солнце-Старшип? Это что я купил! Я вообще не купил это на спотфай. Это почему я купил это когда я был в игре. Потому что я не знаю, что это может быть. Но, я не знаю, я не знаю, я не знаю, что-то не знаю. Это не важно. Ну что там, третий некус пошёл, ребят. У Эндлеса клемм копится, но какая поздняя факта, вы только посмотрите. Я так полагаю, сейчас будет выход. Стимот готов, фугасы заказаны. И сейчас клемм выдвинется вперёд, пока он идёт как раз из щиты и фугасы всё заделается. Может он будет Медиваки, конечно, ждать, и плюс один доделается. Но Медиваки ждать, я смысла особого здесь не вижу, если честно. Это очень долго. Блин, там столько бил, что она уже, наверное, Медиваки... Медиваки всё и не вылечит, на самом деле. Так, там чуть-чуть на центре каких-то мариков принимает Эндлес. Клемм вперёд идёт, а об сервером. Эндлес всё спалил, и вместо того, что будет у него есть блинк, вместо того, что здесь на рампе дать залп, пару юнитов забрать, отблинкнуться, потом ещё здесь это сделать, он просто домой ушёл. Это третий некус сейчас отдаст, называется, и всё. Ни батареек, ничего нет. Чё Клемм боится, я не знаю. И плюс один, и щиты, и фугасы, всё есть. Чё-то ходит зад-перёд. А, ну хочет уже с Медиваками ему подраться, плюс ещё билу подходит. Короче, Клемм хочет один такой прям удар нанести. Разменяться, выйти в третью цеху. Медивайки ещё только сейчас вылетят. Чё он Медивайки ждёт? Я не понимаю, чё он ждёт? Просто тоже на месте не стоит. Ну, третий некус покупается уже сейчас во всём. Густануло хоть Медивайк-то, они летят медленно. Пробочку Клемм ловил. Ну, правда, Клемм, ну и чё, Медивайки? Сентриэнергии накопили, всё, и чё теперь делать? Короче, Клемм вообще драться не хочет, я так думаю. Ну, пока что он просто хочет третью раскачать, там, и т.д., и т.д., и т.д. Плетанулся Клемм, и Эндлес сам боится чё-то с ним драться. С Клеммом я имею в виду. Но Филды какие неплохие зашли. Об сервера минус Нуклинм. Медивайки пытался фокусить Эндлес. Вместо одного как-то два надэмэджил, как Варди говорит, и... Они оба выжили. Агрессивный блинг под Медивайки идёт. Клемм катить старает. Всё, Филдов уже на самом деле больше нет особо. Ну вот, Клемма уже и больше. Ну вот тут 2-2, у Клемма нет 2-2. Там 4-ый Нексус, а у Клемма 30 цехи пока. Вот только Армори сейчас пошло. Ну пока игра. Надо иногда проверять, то вдруг игра кончилась. Задержка там 2 минуты у всех, и это много. Так. Прям перед форжами дропается Клемм, ребят. Это минус 2-2. Да грейдет, мини-балбе. Отменяет грейдет. Ё-моё, какая жесть. Форжу надо убить. Форжу не убил, Клемм озря. Ну вот глупости какие. В первом старике корее сразу же запустил. Форжи надо обе было сбрить, конечно. Форжи надо убить, что-нибудь раскачивать там. Два больше форжи уже построили, но мы ожидали, что мы потеряли both of these. Теперь мы видим, что Мобиострак на дороге, как первое место. Как он на мэне-то будет форжа что-нибудь раскачивать там? Так, ну что-то Клемм как-то... Ооо, как криво Клемм здесь дерется. Зато сверху убил, смотрите. Зато на третьем никусе проблема серьёзная. Сейчас четвёртый зашатает. Здесь ещё два пилона минус. Ну какая-то печаль везде абсолютная. Так, три форжи заработало у Промастрак. Делает вторая атака, третья враня и поля делается он для сам. Поддерживаю такой расклад, но экономика слабенькая. А я проверю, пока не кончилось ли там игра там. Опа, ядерки уже у Клемма, ёма. Минки просто нереальный зал делают, это 1-0. Так, а они уже начали что-ли играть в следующую игру? Чёстик Клемм так разобрал просто в хлам оппонент своего. В игру прыгаю через Варди. Продолжение следует... Так, ну что же. Сейчас всё продолжится, ребят. Клемм просто в хлам что-то там зашатал. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что. Вторая карта Клемм против Эндлеса, ребят. 1-0 Клемм повёл. Ну Эндлес тоже вроде как не статистом был, сопротивлялся, но... Но... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, сталкеры стоят. Здесь с центрями ждет у нас Эндлес. Крем заходит, видит центри, сталкеры. И на третий Нексус Пу держит сейчас. Вот было плюс один, этот выход сильнее бы был. А ведь в прошлой игре было плюс один уже у Клема в этом моменте. Три юнита просто отдал сейчас. Оппонент Клема. Клем выпиливает центри, сталкеры. Это 2-0. Вообще унизил, просто унизил вообще жестко. Даже без плюс один, ребят, Клем против Снута. Неплохой такой финал у нас сейчас намечается. Ну что же, ждем начала. Сейчас я переименую даже. Субтитры сделал72. синие Субтитры сделал DimaTorzok 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 дашь переименую я для будущего найти вруще было четвертый полотне 3 вегас ну говорит практически вычеркали карты они ну ждем когда черкать кстати рекламу пильну 48 минут не пилил помните про отбойки подписываться на премиум поддерживать по возможности меняемый канал всем спасибо кто так делает все начинается движуха прыгаю через варди прыгаю через варди Финал начинается Сноутклеем в 7 часов Ну к 8, наверное, должны закончить Может быть, не знаю, может раньше, может позже Зависит от длительности игр Сейчас, которые будут происходить В общем-то Продолжение следует Продолжение следует Так, секундочку Там просит клемм Долго начинают Пацаны, что долго Кстати Дайте-ка попробую Продолжение следует... Продолжение следует... Так, если будут лаги, ребят, сообщайте мне Потому что я запись на заливку поставил Русбрайнкапа Может просесть... А может, в принципе, и не просесть ничего Я думаю... Значит, что я закрою Потом заново уже поставлю Когда уходить буду У Клема ТВ-чик там, кстати, на этом Изображение у Сноута Сам Сноут ГЛХФ пишется... Ну вот, кстати, это карта Я... Которую мы вчера видели, ребят Клем против Сирала На шоу-матче, где Царь Горы был жесткий Здесь тоже самое абсолютно vehicle Комментации На шоу-матчатке Класс Упродолжение следует... Растил послálяюсь А какая-то Растил послал Это шоу-матчатка Что будет за шоу-матчатка Комментации Субтитры сделал DimaTorzok И КСМ-ка на третьей базе здесь клемм Поставил её через шифт По маршруту, собственно, она патрулирует Вот так вот, кругом ходит У самого ЦЦ-ха Заказан газбарак В риперов ЦЦ-шечку, фактурку Здесь факту Можно поставить здесь реактор, соответственно А, нет, здесь реактор Что себе, здесь стенка такая получается Оказывается, я и не видел Вообще, что так вот Что тут такая стенка получается Но крайне невыгодно здесь чинить реактор Если он здесь стоит Дэпуш какой-то Здесь дэпух закрыта, вообще не подъехать к нему А здесь, ну, я не знаю Ну, два рабочих может чинить Наверное, будет, может Так Рипер на мейне Сразу же соваку минус, ну, клемм Вторую Годро контролит молодой-то Контролер Четыре собаки Минус Но королева вышла Рабочих не смог убить Ну, четыре собаки так бодренько убило Рипера не то, что не потерял Все нормально контролит Все под контролем у него Чувствую здесь еще Да как Неплохо, я бы сказал Кстати, здесь есть как запрыгнуть куда-нибудь А ну, здесь можно на мейн Отсюда на дальнее, на золото Не запрыгнуть никак Зачем КСМ-ку? Я не понимаю Смысл здесь Смысл здесь держать рабочего До сих пор Вот это вот мне непонятно Вообще Рипер есть, он и так не даст Рабочих Хочи, вот уже добывать Ехать идти Невысыпаемость сказывается За выходные Вчера, шесть часов Сегодня Меньше шести должно Кто-то, блять, кто-то там И, то есть, уже с утра начал Так, с рауч ворон на мейне у нас тут попер Уснуто Так, ну параки добавляются Все места меняются Пять геликов Либератор у Клема Но уснуто Все прикрыто Негде особо здесь заехать И нахарасить Либератор сейчас залетит Спорки нет Надо Королев сюда перетянуть Часть Три перетягивают Вот что снут Вот он, Либератор Прилетел Королева заходит Две штучки И здесь Начинает Клем Покусить именно рабочих А на третьей базе Есть чем геликов Ну, четыре дрона убил Но это немного На самом деле Даже для начальной стадии На Либератора Ценного юнита Разменялись Так, пожелк Немножечко уехал Ну и посмотрите, что Снут творит, ребят Он просто намасил Роучи Без лейера Десяточку Идет Вперед у Клема Между стим Между прочим Стим готов В тылу гелики Что-то ездит Пошли Эволюшен И Снут передумал Пушить на самом деле И отступает Он понял, что Клема там Достаточно много Похоже А ведь у Клема Нету Цецехи Между прочим Второй Третий То есть это Какой-то Агрессивный билд Он сейчас Видимо через проход Вперед хочет пойти Или как Я не знаю Агрессивный билд Так Шатает Смотрите Крип королеву Принял здесь Кишке В этой Реально Кишка Тут какая-то Очень Такая Извилистая Извилистый Путь Здесь шатает Дропом Четвертую Пытается отменить Одновременно Сканить будет Крип Можно выбить Вот здесь На этом направлении Здесь Право Ничего не получилось Подрезать Просканил Клем Выбил Несколько Криптуморов В целом Нормально Смарики Залетели Да Поперестреливал Здесь Везде Роучи Ожидают Как бы Тяжело Что-то Сделать Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Так... Все... Щиты у Клема Еще готовы... Третью ццфу Кстати, занял Обратите внимание Прям тут Орбиталочка Пошла Сканы Криптуморы Выбивает Роучи Шатает Реведжеров Выбивает Все-таки Хорошо Клем Че себе Нормально Дроп-то здесь Работает Я вам скажу Одновременно Дроп сверху Не очень нормально Работает Точнее Он вообще Не работает Он разваливается Весь дроп Этот нафиг 2-2 и 2-2 Там и там Ребят Но Уснуто 2-2 Было заказано После того Как он Хайв заказал Вот он уже Готов Хайв И пошел О, здание Под названием Greater Spire То есть Сейчас скоро Груды будут Но Клем Не сидит На месте Он идет Вперед Ну правда По лимиту Как-то на 40 Его меньше И на 30 Боевого При этом Все То есть Я не знаю Что он Выходом Сможет Сможет Сделать Или Сможет Либо Что-либо Сделать Здесь На самом деле Интересная Позиция Можно Здесь Удеть Прямо С краешку Пару Танков Зачили И сюда Стараться Вывести Пару Танков Надо Симиса Клем Танчики Заходят Далее Надо Все Сижить Сижить Не всех Но Теперь Уже Все Засижены Их 6 штук Здесь Они Очень Плотно Валят Greater Spire Нет Снук Хочет Драться Но Тут Очень Много Урона Получит Маликами Желательно Было Подойти Отступаем Клем За танки Но Теперь Они Сплэша Меньше Внесут Потому Что Пришлось Уступить Но Клем Уже Больше Чем Снут Посмотрите И в это Время Дроп Еще На Четвертый Был Снут Дронов Уже Взял И все Дроны Слились Кстати Что Сте Клем Дает Выход Сверх Выгодный Получился Сверх Удачный Я бы Сказал Бараки Здесь Добавляются Два Доделается На танки Вторая Атака Доделывается Груды Не могли бы Спасти Но Экономика Снут Просела Сейчас У него Никаких Грудов Нет Их Помини Гепи Снут Что Себе Клем Дает Не зря Вчера Он Сырал Ам Да так На этой Карте Круто Отыграл Но Я думаю Снут Еще Слово Скажет Здесь Ну Молодой Вообще Дерзкий Попался Подумал Снут Наверное Дерзкий Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Начинает Клем прессовать здесь Снуту по чуть-чуть Снуту второй коготь заказан, но Клема 2-2 не заказан Это, конечно, за ошибку, что 2-2 не делает Плиты здесь неплохие хилбатов идут Отступая чуть назад, Клем Ну и продолжается контроль, продолжается кайтинг Снут занял золото все-таки 135, лимит 140, но 132 Делается шпиль, хайва нет пока, только инфестейшн делается Крип есть между золотом и третьей базой А золото Снут тянет от второй вообще недалеко На мэне есть пару криптумеров Кстати, это хорошо, что на мэне есть для Снута Так, здесь Снут пытается медивак заминутовать Ох, бейдинги закатились Мариков погибло, штук 6, наверное Медивак улетел вообще Медивак улетел Эта игра затягивается Ну может от Клема опять какой-то выход, кстати, будет Две факты со Снутом, кстати, я вам скажу Это не как этот Корейцы-то недавно играли на Бейстрейд ТВ Кин, по-моему, с кем там он? С Лассирой, ё-моё, или с кем играл? А, Су кто-то играл точно То ли Кин, то ли кто Просто танк из четырех факторок Этот ультра вот мастер Снута Со Снутом нужно что-то против брудов Снуту пофиг, что вообще делает У него часто по билду Пофиг, что тиран делает Он выходит в брудов Кстати, обычно он роучер-реважерами выходил Здесь другой мучка распад Хотя, наверное, будут и Кораптеры, и Ультралы Будут, наверное, соскруснут Субтитры сделал DimaTorzok Так, четвертая цеха укле... А, пятая уже, четвертая на Долото летит Ну, это типа макро цеха с перспективой перелёта, видимо, сюда А может быть и просто орбиталка, не знаю Ещё одну там закажет У Снута пятая база на семи готова Ну, Клем занял позицию над Кселнагой Выбивает все криптуморы, которые рядом с ними находятся Чтобы вечного хунта не было Вот эта группа крипа, на самом деле, неплохо здесь В Снуту светит Ну, и Кораптеры готовы Линго Беллинг готовы Ультре, да, Ультра всё-таки пошёл Прырает на панцирь Снут поломился вперёд Забегает Линго Королева Беллинги сверху заходят Кораптеры Линго Беллинги Сильный достаточно микс Снута реально дофига Он идёт вперёд, как же Клем чётко сплетит Но собаки, не только Беллинги Здесь есть ещё и Линги, поэтому Тяжело будет Мариками убить всё Надо отойти частью собак Но танчики Надо пасть Ну, здесь Лингов Клем сбрил Он Снут убил Танки ещё, которые вышли Три ультрала заказаны А с ультрой особо и нечем бороться здесь Старкорд один, кстати Три ультрала заказаны 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 так 157 196 нут макро монстра врубил свою макро машину просто 3 к 3 броня почти готова хоготь не готов вообще не заказан он до того как и вперед развил клемма носить здесь недалеко очень сильно разозлился на клемма просто и вообще перемасивал в хлам вообще и 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 прыгают сам и через борде И так далее. 1-1, ребят. Третья карта глубоководная. Риф у нас, кстати говоря, интересная такая карта. Клемм играет именно Билл, кстати, не Мех играет. Очень многие тираны Мех играют вообще. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ну что же, ребят. Опять у нас 1-1. Счет, соответственно. Открывай что-то. Открыть дверь не можешь, что ли? Чалик что-то там стоял, тупил. Ну что, ребят, глубоководный риф, как я до этого и говорил. Синий снуд через пул первая играет. Это через достаточно ранний газ, но после уже, конечно, ну, когда пул строился, он был тоже заказан, но не газ пул, соответственно, скорость не самая ранняя. Через две собачки. Здесь у нас газбарак, рипер, аццшечка, факторку стандартно, позиции 11 часов у тирана красного, на неё синий zerk, снут на пяти получается. Королева вниз, потому что строится на мени еще одна. Будет ли здесь третья, сразу заказано. Скорость надо делать, сотка есть, да, вошла скорость. Третья королева, да, тоже заказ С газа снимаются, кроме одного дрона Все, остался один Остался один Дрончик на газе Ну, не знаю, насколько рано Или не рано будет Третью заказу сейчас увидим Здесь вот инъекция, не помешала бы Или криптумор наставить Что ты за передвигаешь Бегает туда-сюда Так, третий снуд не спешит Но дронов строят Здесь у нас собаки На мэнсис забежали Двух рипер убил И ничего они не сгрызли Вот пацана, бедняк, у КСМа Закусали до 5 хп А, и этого 5 Фигеть не повезло Клемму, да? Двух, эээ, снуду, точнее Двух КСМа докусал до 5 И не убил ни одной Ну, сейчас подозрительных 4 линга есть 16 еще сверху делается Это явно, я вам подгрызали Те как бы идет, но Рипер-то живой Рипер-то на карте Все еще летает Так, до скорости 7 секунд Криптумор надо ставить Ставить снуд, криптумор А собаки уже вокруг побежали Клемм, пока криптумор пытается сбрить А не хватило дэмэджа Не 10 хп теперь у граната Это, дружочек Так, собаки забегают Ох, хорошо, собаки забегают Клемм вообще как-то медленно реагирует На этих лингов Мариков выпилил Сможет циклона забрать, интересно Не уверен А, учитывая наличие этой Медивака КСМа навряд ли Клемм сможет забрать Поел рабочих, зато 4, ой Циклонус тут навряд ли сможет забрать Рабочих, 4 снуд зато съел Продолжает при этом Циклонус здесь Беготнется Депух пытается выпилить Успеет, нет Хорош, собак Увидели, как отвел вовремя снуд? А ведь сейчас залп Я уже ждал, как Загорится вот эти дэмэджные линги Вот эти все 5 Они погибли бы за следующий залп Точно И остальные бы еще продэмэджили Жестко бы Значит, они в линию все бежали Снуд сообразил Вовремя выслал собаку Чтобы сплэш меня имитировать Ну и как против дезраптора Всего контроль нового Сейчас дестабилизатора То есть на патрон вывести Либо, как Ну, линга бейлингов Контроль Свидишь бейлинги Когда линги бегут Ты видишь чужих бейлингов И просто От основной группы Чик-чик-чик Отсоединяешь туда Собачек Чтоб бейна взрывать Сгрызти Или чтоб оппонент затупил В плане контроля Просто взрывал их на халяву Так же и здесь Так Так же, ну не совсем Правда так Короче У Клема в этот раз Кажется мех В стиле, ребята Он не играет био Ничего себе Клем и мех умеет играть Он нам об этом говорит Сейчас Ну, Снуд к меху Обычно просто Очень жестко На самом деле Готов То есть он Нереально Масится И у него Очень жестко Вообще Так Колбат куш Плюс банша Намык Снуд говорит Да мне вообще Я колбат куш Этот имел ввиду Девять королев Просто уснуто Только там Находится Это реально много Правда нет Лейра у него Вот это косяк Ой как Снуд невыгодно Дроны вперед Как Лембаншу Недоконтролируется Очередь Если Дроны на халяву Сразу туда приехали Так Плёточку У Снуда есть На каждой Почти базе Плёточка 63,47 По рабочим Опа Снуд понял Что мех Каким образом Он понял Что мех А Ну я не знаю Каким Он особо Ничего не видел Но он понял Что мех У Клема Играется И он уже Выходит А он понял По халбатам Всё есть По халбатам Вот этим выходом Конечно Плёточек Подстраивает А Клем Сваливает Отсюда Нафиг Кстати У него Третьей Ещё Пока Нет Сейчас Снуд Видит Что Третьей Нет Будет Убегать Сцеху Спалил Ну 1-1 Это хорошо Роуч Ворвент Хорошо Но Нужны Гидра Нужны Нужны Вайперы Видимо Так Опять Клем Всё ищет Где Что Нарезать Две Банши На Мэни Кстати Нормально Нарезали В это время Хелбатоны Приходят Их 10 штук Плюс Теглон 1 Плётки Чё-то Не вкапываются Пока Снуд Решёт Без плёток Ему будет Чезло Да по-моему Он здесь Одними королевами Усправился Со всем этим Делом У него есть Так Вэр Кстати Есть у Снуд Где же Уверсир Ребят Без Уверсира Баншу Не сбить Например Только сейчас Что-то Заказывают Как вы видите Всего жена Ну а третий Где-то Жгёт Клем 28 Рабочий Жёг Ребят Между прочим Пока я смотрел Как здесь Хелбаты падали Здесь заезд Был от Клема Ну Снуд Сейчас будет Масить Конечно Рабочих 2-2 Грейда Заказал Всё что ему Надо Сейчас рабочих Строить И строить И строить Так-то Нагнать Ещё можно Тиран-то Вмех Играет Криво Ошибка Извините Печерая Для тирана Сейчас Синее пламя Не заказано Третья Наконец Теха Перелетела Надо Мулов Туда Запилить И Чемодан Гейминг Чемодан Харас Да Похоже Чемодан Харас Сейчас Начнётся Плюс Либераторы По две Штуки Или Они Просто Нам Уведут Не смог Клем Короля Убить Видели Как хотел Он Геликами Убить Торы Приходят Сбоку Либераторы Летят Медиваки Где Без Медиваков Он Вообще Сделать Ничего Так Ну Пятый Очередной Раз Клем Отменяется Тут Больше По Лимиту Хайф У него Кстати Есть Да Есть Уже Хайф Ну Что Хорошо Тут Заходят Роущики Дра Так Ну Круто Летаю Вот так У клеммы Летают Торы Карасик В это время Где-то Еще А Вот Гелики На треть Заехали Синее Пламя Не готово Да Я вам Попровал Синий Намного Больше Увел Ну А тут Свармкасты Играют Кстати Говоря Кли Так На четвертую Роущики Да Приходите У клеммы Все Абсолютно Прикрыто Танки Делают Залпы Неплохой В целом Крипа Уснуто Как-то Мало Пятую Наконец-то Он собирается Занимать Занимает Слушайте Уснуто Еще Хаева Нет У него Лэйр Я так Понимаю Логово Да Хаев Ули Хаев Руч 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 Свармкасты Сейчас Напрягают Жестко Присутствует У196 Лимит Полетела Лакустона Гарантированно Убил бы Допошечек Несколько Снул И гарантированно Клема Задержал Здесь Взял Зачем-то Пульну В танки Вообще В холбатов Они сразу Все погибли Эти юнит Так Бэйны Заходят Прям на холбатов Или прям В танки Прям в танки Врываются Бэйнами Кстати Немало Дэмоджа Нанес Вармхасты Еще Плодят Там Локуста Вперед Какой же Снуть Мясной Это же Жесть Вообще Как он Умудряется Так Масится Жестко Конечно Ну Зергу Тоже Больно Было 7267 Уснут Что-то И рабочий Меньше Еще 40 Там Собак 7 Гидралис Ков Делается Так Ну Снуть Геликов Принимает Шатает Пятую Клемму Занял Базу Ребят Как вы Видите Что-то Меня В сумку Тянуло Жестко Сейчас Под вечер Клемм Бесиджа Ребят Снуть Вперед Да и правильно Что клемм Бесиджа Здесь Планетарка Здесь Колбаты Таньки Которые Дэмэджатся Клемм Переконтроливает Загружает Выгружает 3-2 Грейды Уснут 2-2 В это время В тылу Гелики Заехали Справляется По рабочим По 72 И там И там Воооооооооооunt Так, с криптумора Дальше, здесь, дальше, здесь Очень много криптуморов уснуто Вот заплодилось Кстати, вот плюс на воздух Грейт на атаку, кстати, можно Отменить сейчас Плюс один, да, на воздух не будет Сейчас у клемма уже Выпиливает дефокис Соплай блок, клемм отхватил И вперед пошел, у него 200 Практически лимитов, у него викинги тут есть В этом лимите Пошли бейлинги опять вперед Есть ультры, несколько штучек Локусты полетели Косты кладят, гидра как-то криво стоит Вообще, ультра заходит Ультра в расход вообще У снута ресурсов не так уж много Викинги сели, клемм тут все сбривает Снуту Слушайте, а это, судя по лимиту, для снута Крайне печальные сейчас действия Были, то есть ультры не дождался Панциря, но против танков Таких залпов там панцирь-то особо Не поможет вообще, но помог бы немножко Ну и у снута мало газа В основном он собак сейчас заказал Как бы большую часть Гидра, ну хотя нет, собаки гидра есть В принципе, хосты закдешились Можно, можно сопротивляться И нужно сопротивляться Нужно биться сейчас четко Бейлингов по 15 штук делаются Где они вообще эти бейлинги? Кир, я узнаю, там где-то сзади Блин, они делаются Так, ну клемма 200 Он принял решение отступить 3-3 грейды доделать Локусты опять вперед полетели И хостами, и ультроид А чё клемм на... Ой, клемма бесит Жас клуб словил, это жесть Ну кстати, как только кончились локусты Осталась вообще армия смешная Сразу уснута, кажется Как бы такой Два свармхоста уже никуда не денутся А может быть и больше даже Страла одного, клемм забрал Нет, свармхосты все-таки ушли Свармхосты все-таки ушли Клемм нагоняет Их танками царь вообще Из медиваков Дропнул и убил Ну все, пошла битва еще раз Клемм засиджился Блокусты падают Все падает, сразу сижился Отсюда просто уходит Давайте по зданиям посмотрим У нас факторок 7 Три старпорта у клемма Ему снута хард 6 И хайп потеряет У снута выше, чем у клемма И по юнитам, и по всем параметрам И клемм продолжает давить Снут уже Видишь, здесь печально Переселяет дронов Вот сюда А здесь уже ждет либератор Ни хрена себе А снут видел, что там либератор Вообще есть Продуманный такой либератор Еще никого нет, а он уже кабину ломать прилетел Так, снут опять лезет Под танки Под Под Пуль либератора Танки демоджены Флам Еще один ультрал Вперед идет Сейчас все Раскопис Ультра из бою Танк падает Бартов Бартов что-то не телепарт Не Клемм не делают Так ВГ, ребята Смотрите, клемм что творит Вот это продакшн Вот это малой Дает 370 ТПМ 2-1 клемм неожиданно Прям таки Для меня лично неожиданно Ждем четвертую карту Клемм может взять Go4SK И снута победить Это будет очень круто С его стороны Ну вообще звездочка Подрастает Такая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Играют 2 на 2 Сейчас на рекламку Пелю, ребят Помните про адблоги Помните про поддержку Естественно Подписывайтесь на премиум Поддерживайте меня На мой канал По возможности Это тот клемм Который Хэппи Кстати не пустил Когда-то Убил Хэппи На АВЦСе За квоту матча Но поехал Срок Хэппи Потому что клемму 14 Был вот такой вот он Этот клем Не лапа твоя Сильно Так Опять Не ожидалось Что клемм Прям так будет Сегодня тащить Поехали Так Буквально минутку Сейчас я отойду На секунду Вкликусь И вернусь ТСМ готов 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 Так Чалик Что-то ко мне подлизывается Ребят Здорово Всем еще раз Помните Про подержос Я говорил уже По-моему Что помните Про подержос Продолжаем Смотреть Мы в общем-то Гоуф ОСК Миша Отпел Уже Что ли На сегодня Все Лапа Не нужна Мне Нужна Мне Лапа Подлесно А вывести Сейчас провести Потом домоете Кружочек Кружочек Помоет С собой Брать Не хочу А то завтра Завтра рано Стримимся Начинать В 13.00 Будет стрим Но я еще Решу Что стримить Сиа Мастерс Или Карсар Кап Там это Турниры От Бэйстрейд ТВ Наверное Сиа Мастерс Скорее Я буду стримить Потому что Ну там Из игры Я буду стримить Так Снут Клем Ребятки У нас здесь Матч идет Клем Неожиданно 2-1 Повел Против Снута Молодец Очень сильный Игрок Оказался Вообще Клем У нас Молодой Очень Ну Снут Еще может Конечно Закамбычить 2-1 Это еще не победа Ведь это Бу-5 И может Снут Сейчас выиграть И две подряд Взять Просто и все Так Массе Дранченских Клем Так Третья Хата У Снута Карта Катализатор У нас Четвертая В общем-то Снут на Одиннадцати Клем На Пяти И Семнадцатая Хата Гаспул В третью Не самую Раннюю Снута Играет Уже После Королев Готовность По-моему Она заказана И полетела От клемма Просто 4 Марика И циклончик В медивайке То есть Такой Некий Подкуш Летит Можно было бы И закрыть Да плохо На самом деле Снута Не знаю Зачем Блочки Поддержал Ваш канал На 50 Рублей Сообщает О Кок Братан Блочки Спасибо Блочки Спасибо Всем за поддержку Пацаны Короче Энергет Значит Трансфюзы Пойдут Как бы Будет Просто Вообще Отогнать Все Отколупаться Отковыряться Так Банша От клемма Еще прилетела Вот дает Смотрите Филбаты Марики Правда Одного Гелика Даже Трансформировать Филбата Забыл Клем Это ошибка Была Здесь Снут Королевами Собаками Все принимает Правый Клем Баншой В это время В ТВ Работает У Снута 4-5 Дронов Уже Минус Это нормальный Урон 7 уже Ничего себе Клем Оборзел Тут я Смотрю Спурка Перекапывается На второй Базе Можно Пушатать Здесь Часть Юнитов Все-таки Успела Уйти Потери Кстати У Клема У Снута Больше Потерь Все равно Чем У Клема В этой Игре Здесь Еще Одна Банша Летает На Мейн Кажется Она Полетит Сейчас А где Первая А вот Она С этими Юнитами Стоит В районе Четвертой Базы Что-то Клем Летает Тут Непонятно Че он Летает А вот Криптуман Нашел Молодец Убил Криптуман Сюда Крипт Не будет Пока Уснуто Больше В этом Направлении Тянуться Три Королевы На Мейн Клему Надо Их Увидеть Просто Опасно Задем Эджели Баншу Уходит На Вторую Можно Сместиться Я не знаю Два Тора Делаются Чемодан Харас Опять Мех Кстати У Клем Пошел Три Факторки Работают Где Две Кто Дрон Убил Где Дрон Кто Убил Вот Банша Летает Один Дрон А Кто Второго Убил Не знаю А Гелики Наверное Ездят Здесь Они Вроде Не доезжали До Минеральной Линии Даже Еще Дрон Клем Убил Снуту Здесь Трансформация Холбатонов Идет Сейчас Голбатонов Они Жгут Они Шагу Но До Конца Не Сожгли Как Вы Видите Складываются Раскладываются Опять Складываются Так, здесь Снуд принимает Марик Циклон, в медиваке сидит. Ну, кстати, Клем повёл вперёд, смотрите. Медиваки летят, гелики затрансформируют в циклонов-то, дэмэдженных-то хоть вылечи-то заранее. Ну, что ты делаешь-то, Клем? Ну, что за бред-то? Сейчас вот бы затрансформил, два плюс юнита живых бы было, а так что-то бред какой-то. Всё в кламм дамаженное какое-то получается. Так, Гелик там делает Снуд спейлингов. Клемму сплитанутся, надо сплит оставляет, желать лучшего, мягко говоря. Забирает только коров, улетает. Ну, непровальный выход был абсолютно со стороны Клема. Здесь есть холбаты дома, ну, Снуд четвёртая хата есть, кайф. В принципе, ничего это не значит. Так, собаки заходят, Снудовские. Холбаты минус, танк минус. Гелико два минус, на третьей базе сейчас собаке проблема. У рабочих будет танк минус. Чё себе Снуд пошёл так в контратакт? А что чемоданы-то? А чемоданы ничего, летают. Два-два, похоже, ребят. Здесь вообще у Клема всё очень-очень плохо становится. Резко слетало, слышно, плохо. Было бы всё нормально, осталось всё плохо. Так, на дальней базе ещё два рабочих. Чё, двадцать рабочих, Снуд, Клема скушал. А всё этот выход мёртвый, виноват. Ну, и Снуд правильно оценил. Другие, может, побоялись бы. Там увидели бы, что холбатов тут три штуки и не полезли. А Снуд, ну, увидел, сколько собак у него, несколько десятков. Увидел, что холбатов мало, окружил. И съел всё нафиг. Так, два танка, несколько холбатов на третий. На второй базе один танк неразложный вообще стоит. Торы летают, чемоданы с Харасос. И Снуд заходит со стороны третий. Да, со стороны третий Снуд заходит. Здесь Либератор полетел к Снуду самому на третью. Ну, там спорка есть, королева. 72 дрона у Снуды, кстати, есть. Так, гидратора идут вперёд. Ну, Снуд сейчас, по принципу, хоть где-то что-то подрезать дрался. Ну, подрезал 3D-похи газ. Не так уж это много. И, кстати, у Клема-то 2-2. Грейдами, между прочим, делается трансформация. Снуд отпустил его. Сейчас как он замасится здесь. Лимит-то есть боевой, между прочим. И рабочих восстановил. Часть вообще приятного мало для Снуда. Так, что Снуд у нас шевелится и думает, как бы добить бы Клема здесь. Иначе можно игру проиграть. Ультралиски делаются с панцер. И ультралиски против меха. Я чё не знаю, чё, зачем сейчас зарги ультралов-то делал? Чё? Чё, чем бруды-то плохие. С другой стороны, можно от малого количества брудов на нормальных торах с грейдами с нормальными отсидеться, да, как бы. А потом викингов туда добавить. А можно в стиле Тивая дробь минок под брудов на лейте делать. Вообще жесть. О, заходит вообще жёстко. Так, пожёг тут Клем несколько гидралов. 2-2 у Клема готово. Третья атака. А там ультра вовсю. А есть вайперы у Снута, кстати, например, вообще. Да, 3 вайпера есть. Ну всё, они, кстати, с полной энергией. Это уже лучше значительный расклад, чем был. Из разных зданий энергию напополнял. Опа! На четвёртый у Клема выходит. Очень опасный момент. Ну и где эти вайперы? Они сейчас нужны были в начале боя. Хотя бой ещё не кончился. Две телёнки и минус Клем, ребята. 2-2. 2-2. Ну такая у них, я бы сказал, бескомпромиссная борьба. Прям идёт Снут Клем. Пятая карта только решит у нас, кто победил. Так, спасибо, Блэйкич, за 50. Ещё раз. Ждём. О, Снут уже захостил. Я там, насколько я вижу. 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 Продолжение следует... 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 Так, ну что же, 16 дронов, сразу же 16, просто вот уснул-то, мне нравится его макро, конечно, вторую, третью поставил базу, просто уже рабочих столько с мейна, со второго просто, хоп, и 16 сразу, и сразу 3 базы добывают, сразу 2 500 там на 1600 было, сейчас мулы от тирана полетели, добыча подскочила сразу тоже, конечно, но не сильно, прям жестко она подскочила. Так, ну Либератор там. Поатаковал немножечко овера. 89 хпнчиков у него осталось, и улетает он. Здесь четвертая хата, у Клема до Био решил он играть, я был прав, что он решит Био играть. Цеха третья есть, мулы падают, здесь гелик 4 стоят контрольных вот этих, надо уйти от королев немножечко, а то будет плохо, возможно. Сейчас собаки могут сзади, кстати, забежать геликом вообще. А, ты про рекламу-то. Да нафиг реклама вся эта. Короче, какой-то дохлый Либератор ли это вообще дохлый? Королеву сюда привезти, а вот сбить можно вообще. Нам смог сюда королеву увезти. О, пухель атакована. О, пухель. Субтитры сделал DimaTorzok 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 там летают. Здесь сныпилось четыре линга, можно бэйнов запилить. Сейчас еще бэйнами сюда вкатиться можно будет. Ну, кстати, у Клема за то, что за счет того, что рабочих только потерял, боевого больше стало. Танков 19. 20 танков сейчас будет. 60 лимита только танки занимают. У Клема. Так, собаки убежали. Ну, через эфку, что ли, кулок. В итоге не бэйнов, ничего не сну. Пошла атака. Снут и лезет вперед. Куда ты лезешь? Ты ультра сейчас развалится. Танки выносят все. просто выносят они очень жестко. А где вайперы? Где у нас что здесь вообще? Пошел, снук в атаку с трансфюзами. Ультра от королев свалила, но трансфюзов здесь просто до бесконечности. По-моему, уснуто. Как же решать. Всю энергию потратил, прикиньте. И только... Как же долго жил этот ультрал. И все равно не дожал здесь. Два танка сзади, два спереди у Клема. Но экономики не хватает. 113 на 200. Опять снук перемасил. Ну, опыт взял свой реально здесь. Я считаю, что... Клем как лев молодой бился. Реально как лев молодой. Здесь не сравнивать. Самое сравнение лучшее. Ну, а снук чисто такой... На мастер-классе, короче. Показал мастер-класс, что ты хоть лев молодой, хоть лев толстой, на словах, как некоторые. Вот. Но... Масится он умеет до сих пор. Вот что он показал. И... Просто замасил, просто убрал. Ультра бежит, линги бегут, как у Керриган, короче, в заставке хвостов. Ломятся просто... Где-то там мель сидит и... Штанишки промочил свои. Потому что здесь все. Здесь 73 на 175, ребят. Это победа с нута 3-2. Ну, с каким трудом он победит. С каким трудом. Боже, представьте. ГГВП пишет. Клем поздравляю с нута. И Клема поздравляю, что он на таком уровне хорошем играет. Молодец вообще. Хорошо. Не пожалел я, что пошел бы у ФСК стримить. Пушка, я начал в 1-4. Я подумал, блин, надо ливать отсюда, короче. Это вообще туфта, блин. Наши все вылетели. Какие-то мертвецы, с нут всех катает. А финал у нас просто был украшением всего турнира вообще. украшение всего турнира. Украшение всего турнира. Ну что, ребята Будем прощаться Завтра в 13.00 приходите Я не знаю, что там Буду я стримить Может, конечно, и вообще отсыпаться буду Но я постараюсь в 13.00 ворваться Скорее ОСС Мастерс из игры Чем бейстрейдерский турнир Хотя там помощнее состав, там плей-офф Но там не из игры Нужно будет стримить Так что на сегодня всем спасибо За поддержку, громадное всем спасибо, ребят Помнишь, поддерживать надо меня и мой канал Естественно Увидимся завтра, приходите, короче Приходите Сегодня больше нечего стримить Да и с женой надо, ну, дома посидеть Мне надо, а то уже все выходные Стримлю и что-то вообще дома не бывает Все, пока, пацаны Запись будет на ютубе, как и Русбрайнкап Завтра все выложу До встречи, ребят Так, изображение сразу уберем